Здравствуйте, мальчики, девочки, бабушки, дедушки, дамы и господа! Сегодня небольшой видосик по выставке, посвященной Ириновской узкоколейной железной дороге, которая когда-то существовала в Петербурге, в его окрестностях. По части сейчас построен трамвайный путь, и часть присоединена к Ладожскому направлению. Поезда ходят от Финляндского вокзала. Тут старая трассировка. Видим, что она доходила примерно до того места, где сейчас станция Ладожское озеро, Месса Синовец. Тут мы видим, как она строилась. Вот такая вот дрезина там была интересная. А вон, видишь, дрезина едет вон. О, это я уже видел. Да. Старинная карта вот стоит. Старинная карта. Так, станция Мельничный ручей. Сейчас, да, это идут... Черная речка. Электрички на станцию Ладожское озеро и на станцию Петрокрепость. Букобудная. Станция Ковалева. А вот эта вот Жерновка и на юг от нее это трамвайная дорога сейчас. Новая рыбацкая. Видим, как ее строим. Не так давно это было. Да, не так давно. До двадцать шестого года существовало. Ириновска, Шлиссельбургская узкоколейная железная дорога. До Шлиссельбурга. То есть это сейчас станция называется Петрокрепость. А это чего такое? Вот это я не знаю. Вот скоро будет лекция человека, который историю всего этого предприятия знает. Это Барон Корф, владелец торфоразработок, к чьим торфоразработкам и строили дорогу, а потом по ней стали люди ездить на даче своей. Вторая витрина. Тут уже мы видим фотографию поезда. Большая, большая фотография. Интересно, куда делся этот подвижной состав весь? Станция Жерновка. В смысле вот эта платформа деревянная, а дом это уже к станции не относится. Кстати, тут есть проспект Ударников. Да, это на современную карту нужно. Ну, тут нам сказали, что ниточка, это так, ниточка. На самом деле вот по Ириновскому проспекту видим красная линия. Сейчас это трамвай обычной пятифутовой колеи. Раньше здесь проходила узкоколейка. И конечная станция была не на берегу Невы изначально. Это потом стал Охтинский вокзал. А вот это вот восточнее была станция Охта. Вот она такая. Похоже, кстати, на Приморский вокзал, которого тоже сейчас уже нет. Он сгорел. А эту, наверное, снесли просто. Увеличенная копия билета. И в книге вокзала Петербурга... Вокзал Санкт-Петербурга. Корзина какая-то. Корзина, но это намек на дачную жизнь. Что люди стали ездить по этой узкоколейке и обустраивать дачи себе по пути к Ладожскому озеру. А он уже и последний. И на эту же тему тут игрушечное ведерко поставили. Вот. Всеволожск, город Всеволожск, возник... О, ведро. ...вокруг станции Всеволожская, которая была вот такой дачной станцией на Ириновской узкоколейке. А ведро значит, что тут река. Ведро значит, что люди жили там на дачах без водопровода, ходили на колодец. Вот так вот они приезжали. Станция Бернгардовка. Сейчас она в черте города Всеволожска. Когда-то это был такой вот дачный полустанок. На таких вот дачах жили люди состоятельные, конечно. У рабочих дач не было никаких. Стихотворение про Мух. И лодочная станция была во Всеволожске. Но на станции Всеволожской. Сейчас тоже во Всеволожске известно много озер. У некоторых из них даже разрешают купаться летом. Вот так, надеюсь, будет у нас дальше видео с лекцией об истории этой дороги. И мы узнаем, куда же поезда-то и паровозы подевались в итоге, когда ее закрыли. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь здесь и жмите на колокольчик.